Утром 14 октября 1957 года на здании окружного федерального суда в Нью-Йорке появилось объявление. Здесь слушается дело номер 45094. На скамье подсудимых находился советский разведчик. И в день начала слушаний зал был набит до отказа. В коридоре толпились репортеры и зеваки, которым не хватило мест. Такие дела всегда во всем мире освещаются очень публично. Но это же такая победа государства над врагом, над его шпионом. Любой судебный процесс в какой-то мере является театральным. Этот судебный процесс стал одним из самых громких в истории Америки. Тысячи активистов требовали для подсудимого смертной казни. В США после войны начиналась такая антикоммунистическая истерия, связанная именно с успехами Советского Союза послевоенными на внешнеполитической арене, о том, что коммунистический мир, так, зона коммунизма, она расширяется постоянно. Это был первый разведчик, имя которого стало широко известно. Первый разведчик нелегал. Меры безопасности на суде были приняты беспрецедентны. Помимо охраны на входах и выходах, в зале со зрителями смешалась группа агентов ФБР. Воздух был буквально наэлектризован напряжением. Подсудимого провели на отведенное ему место за столом защиты. Следом появились присяжные. Когда зрители расселись и приготовились к предстоящему спектаклю, раздался окрик секретаря «Всем встань!» И в повисшей тишине на свое место проследовал 74-летний судья Байерс. Он стукнул деревянным церемониальным молотком и зачитал заголовок дела. «Соединенные Штаты Америки против Рудольфа Ивановича Абеля, он же Марк, он же Мартин Коллинз, он же Эмиль Роберт Голдфуз» и так далее. У подсудимого было много имен, и ни одно из перечисленных не было настоящим. Этот судебный процесс мы сегодня вспомним с Андреем Безруковым, выдающимся российским разведчиком. В 2010 году он также, как и человек, известный американцем под именем Рудольфа Абеля, был арестован спецслужбами США и предстал перед американским судом. «Здравствуйте, Андрей, рад вас видеть». «Добрый день». «Очень приятно вас видеть». «Всегда мечтал пожать руку настоящему разведчику». «Смотрите, где мы, да, с вами». «Ой, какой зал-то шикарный. Не дай бог сюда попасть не на съемку. Красивый зал, он, не дай бог». 14 октября 1957 года Нью-Йорк окружной суд. Суд начался с выступления прокурора, который зачитал один из пунктов обвинения. Заговор с целями шпионажа, а также сговор с другими соучастниками с целью передачи информации, касающейся американской национальной обороны. После прокурора, как это принято в американском суде, слову взял адвокат подсудимого Джеймс Донован. «Первый адвокат, который был официально предложен Абелю, его не устроил, в том числе и по личным мотивам, потому что Абелю не понравилось, что человек, который приходит и занимается вопросами юриспруденции, защищает его, имеет грязь под ногтями. Тогда ему дали адвоката Донован, который был бывшим кадровым офицером флота США, стоял у истоков создания ЦРУ, и де-факто, несмотря на то, что он был независимым юристом, он тесно сотрудничал с американскими спецслужбами». Рудольф Абель держался очень спокойно и внимательно слушал выступающих. Время от времени он открывал свой блокнот и делал наброски. Зарисовывал судью, прокурору, присяжных, своего адвоката Донова. Абель был пойму с поличным, он не отрицал своей вины, но не пошел на сделку с правосудием, на соглашение, насколько я помню. Основной задачей советского разведчика Рудольфа Абеля был сбор информации об атомном оружии, усовершенствованием которого американцы активно занимались. Осенью 1952 года они испытали первое термоядерное устройство «Иви-Майк». А через два года на атолле «Бикини» в Тихом океане раздался мощный взрыв термоядерной бомбы, сила которого была эквивалентна взрыву почти тысячи бомб, сброшенных США на японские города Хиросима и Нагасаки в 1945 году. В связи с тем, что Соединенные Штаты применили ядерную бомбу, и эта проблема становилась для Советского Союза наиболее сложной, надо было именно развивать агентуру в этом направлении, в США в первую очередь. Как вы считаете, Абеля интересовало только ядерное вооружение Америки или что-то еще? Мне сложно это сказать, потому что какие задачи ставил Абелю центр, это остается в истории. То есть нельзя сказать, что его просто так огульно обвинили и так далее. Но, естественно, это использовалось и прессой, и правительством для того, чтобы показать, какой Советский Союз вероломный, и как он пытается подорвать американское государство. Конечно. Советский Союз был единственным, кто мог сдерживать ядерную угрозу Штатов. 29 августа 1949 года прошли успешные испытания первой советской атомной бомбы. А через 7 месяцев СССР официально заявил, что имеет на вооружении атомное оружие. С этого момента Штаты потеряли монополию на ядерное оружие. Американское правительство начало запугивать собственных граждан. Якобы СССР готовится нанести удар. В газетах даже высчитывали время подлета советской авиации к американским стратегическим объектам. На этом фоне арест советского разведчика, которого обвиняли в краже ядерных секретов США, превратился в главную новость страны. Андрей Олегович, ведь у вас очень схожие судьбы. Вы также прошли и арест, и суд, и предательство сначала. Скажите, вы как-то пользовались опытом Абеля? Абель – это легенда. Это то, на что мы всегда равнялись. Сравнивать меня с Абелем, конечно, смешно. Он прошел такой путь. Но на самом деле, да. И суд, и предательство, и страна, в которой мы работали – это да. Это было другое время, конечно, но от этого, в общем-то, работа легче ни для кого не стала. Больше 20 лет Андрей Безруков жил за границей, работая под прикрытием на службу внешней разведки России. Для всех он был Дональдом, Ховардом, Хитфилдом – успешным американским бизнесменом. В июне 2010 года Безруков был арестован вместе с еще целой группой российских разведчиков-нелегалов, среди которых была и жена Андрея Олеговича – Елена. У вас так же громко проходил по Америке суд над вами, как и над Абелем? Нет, конечно. Более того, если суд над Абелем был распиарен на всю Америку, как… Да, даже фильм был снят. Ну, это была, так сказать, вот их квинтэссенция шпиономании в то время. Наш суд, он проходил, в общем, тихо, хотя медийное покрытие, конечно, было. В Америке самое жесткое правосудие, самое жесткое, одна из немногих стран, где сохраняется смертная казнь, но при этом самый высокий уровень преступности по сегодняшний день. Я так обычно говорю, что в Америке сажают всегда, когда можно посадить, а в Европе сажают тогда, когда не посадить просто нельзя. На процессе осенью 1957 года обвинение требовало для Абеля высшую меру наказания. «Что вы думаете о своем положении?» – спросил Абеля его адвокат Джеймс Донован. «Думаю, они поймали меня без штанов», – мрачно пошутил тот, имея в виду, что в день ареста было жарко, и разведчик спал в кровати совсем без одежды. Донована удивляло, как это его подзащитный, понимая, что ему грозит смерть, остается абсолютно невозмутимым. Это вызывало уважение у Донована. Да, невольно он даже проникался с симпатией к советскому разведчику. Но при этом Донован, конечно, пытался решить задачи, которые перед ним поставило правительство, а именно добыть от Абеля полезную для американской контрразведки информацию. Донован знал, что его подзащитный скрывает свое настоящее имя. Как-то он предложил Абелю назвать его. Тот подумал и спросил, это необходимо знать для защиты. Донован вынужден был признать, что нет. Но в таком случае поговорим о чем-либо имеющем отношение к делу. Как всегда, спокойно предложил Абель. Настоящее имя Рудольфа Абеля – Вильям Фишер. Он родился в 1903 году на северо-восточном побережье Англии в промышленном городе Нью-Кассел. Отец был этническим немцем, а мама – русской. До 1901 года оба жили в России и вели активную революционную деятельность. Старший Фишер лично знал Ленина и был его преданным соратником. Он не раз был арестован, три года провел в ссылке и в конечном счете вынужден был покинуть Россию. Ему предложили или он выезжает куда-то из России, или мы найдем статью, по которой тебя посадить. И после этого, имея знакомство в РСДРП с теми людьми, кто уже уехал в Великобританию поскорее, он уехал в Англию, где опять же стал создавать марксистские кружки, работал в Нью-Касселе жестянщиком, потом на судоверфи. За границу Фишер приехал уже вместе с женой в 1902 году. В семье родился первенец Генри, а еще через год второй сын. Родители назвали его в честь английского драматурга Вильяма Шекспира. Когда дети подросли, отец приобщил их к подпольной деятельности. Он объяснял, как выявлять наружное наблюдение, незаметно передавать секретные материалы, устраивать тайники, разоблачать провокаторов. В 1921 году, как только в Советской России стала налаживаться мирная жизнь, семья переехала в Москву. Старший Фишер устроился на работу в Коминтерн, а его жена трудилась в Кремлевской библиотеке. В 18 лет Вильям начал работать переводчиком при Коминтерне, но ушел через пару месяцев. Затем тоже недолго был чертежником во внешторге. В 22 года поступил в художественное училище, но из-за конфликта ушел и стал студентом индийского отделения Московского института востоковедения. Абель долго не мог найти место в жизни. Вы знаете, и родителей, таких твердых большевиков, это жутко раздражало. И были такие моменты, когда они его призывали на семейный совет и говорили, пора найти профессию, пора найти место в жизни, ты скачешь с одного места на другое. Его забрали в армию в 1925 году. И вот здесь, может быть, он себя и нашел в определенной степени. Фишер работал радиотехником на одном из авиазаводов Москвы и был вполне доволен своей жизнью. Но в 1927 году его пригласили в иностранный отдел ОГПУ. С этого момента жизнь Вильяма Фишера навсегда изменилась. 15 октября 1957 года, Нью-Йорк, окружной суд. Слушание длилось уже третий час. Все это время Абель сидел с абсолютно невозмутимым видом, лишь иногда делая зарисовки в своем блокноте. А публика в зале не сводила с него глаз. Вот он! Зловещий русский шпион номер один. Угроза национальной безопасности Америки. Он представлял Советский Союз. Он представлял вот ту империю зла, по сути. И тот человек спокойный, интеллигентный, он никак не подходил под монстра из империи зла. Это был человек глубоко интеллектуальный, художник, с достоинством, которое было в него вот прямо вписано. И, конечно, несмотря на все комментарии, которые можно было делать, американская сторона испытывала к нему уважение. Он был, конечно, прирожденным разведчиком, и он был очень хорошим для нелегала. Почему у него был подлинный документ? Потому что родители не отказались от британского гражданства. У них было двойное. И Абель пошел в посольство, сказал, что он не нашел здесь всего того, что он хотел, возвращаясь на родину, и что он с женой, с маленькой дочкой хотели бы вернуться. И они получили разрешение. Он уехал сначала в Англию, потом в Норвегию. В Норвегии он работал под своей фамилией, но под псевдонимом Франк. Он пытался установить радиосвязь со всеми резидентурами, которые находились в Европе, не только в Северной, не только в Скандинавии. И это ему во многом удалось. То есть он это все наладил. С начала Великой Отечественной войны Фишер готовил радистов для партизанских отрядов и разведывательных групп. Он принял активное участие в операции «Монастырь», которое впоследствии назвали одной из самых успешных операций советских спецслужб во время войны. Фишер занимался подготовкой одного из главных действующих лиц этой организации, аристократа Демьянова, которого нужно было в том числе и научить работать с различными рациями, то есть на ключе. Фишер исповедовал такой подход обучения в экстремальной среде, хлопал шахматную доску рядом и создавал всяческие шумы, которые выводили из равновесия ученика. После подготовки Александр Демьянов перешел линию фронта и сдался в плен немцев. Его легенда заключалась в том, что он якобы желает свергнуть советскую власть и приветствует победу Германии в войне. Немцы его завербовали. Он вернулся обратно, с помощью НКВД устроился на службу в Генеральный штаб и в течение нескольких лет успешно дезинформировал противника о планах Красной Армии. Вильям Фишер был плотно задействован еще в одной крупной операции «Березино». В 1944 году, используя радиосвязь, советская разведка создала у нацистов иллюзию того, что в белорусских лесах в окружении находится крупное немецкое подразделение. В то, что оно существует, поверил даже Адольф Гитлер. Немецкое командование решило сделать все возможное для поддержки этого подразделения. Абель отвечал за связь. То есть, с территории Рейха прилетали самолеты, которые сбрасывали псевдоотряду какую-то материальную помощь, то есть в плане боеприпасов, вооружения, снаряжения. Разведчик вместе с оперативной группой осенью 1944 года прибыл в Белоруссию в район деревни Глухое Червенского района, где наши спецслужбы имитировали расположение немецкого подразделения. Вильям Фишер выступил в роли немецкого офицера. Когда самолет приземлялся, то к немцам, чтобы сразу их не напугать, выходил человек в мундире офицера вермахта и на совершенно блестящем немецком языке отдавал какие-то приказания. И они понимали, вот, наконец, попали к своим. Восемь месяцев гитлеровцы отправляли мифическому подразделению оружие, боеприпасы, продовольствие, медикаменты. Наши разведчики вербовали немцев, которые прибывали для спасения подразделения. И они тоже включались в радиоигру. Этот грандиозный блеф советской разведки так и не был раскрыт нацистами до конца войны. После ее окончания Фишер написал рапорт, где попросил отправить его в Соединенные Штаты Америки в качестве нелегального резидента. В 1948 году он прибыл в Нью-Йорк под фамилией Эмиля Гольдфуса и открыл фотоателье. Он был художником, ну, представлялся художником, и именно благодаря тому, что занимался творческой деятельностью, он получил доступ к совершенно широким сферам. Он мог свободно колесить и перемещаться по Соединенным Штатам и, значит, собирать нужную информацию. Гольфус, он же оперативный псевдоним Марк, в кратчайшие строки восстановил полуразрушенную резидентуру советских спецслужб США и в 1949 году за это был награжден Орденом Красного Знамени. 16 октября 1957 года, Нью-Йорк, окружной суд. Обвинение продемонстрировало присяжным очередную улику – полую монету. Она попала в руки полиции еще в 1953 году от мальчика, уличного торговца газетами. Когда он пересчитывал выручку, монета упала и от удара об асфальт распалась на две половинки. Мальчик отнес монету в полицию, а оттуда ее отправили в ФБР. В 1958 году американцы сняли 14-минутный пропагандистский фильм, в котором основной причиной провала советского разведчика Абеля назвали именно эту монету, хотя в действительности причиной стало предательство. Как вы считаете, Андрей Алексеевич, откуда вообще берутся предатели, особенно в разведке? Есть люди, которые, к сожалению, то же самое произошло и с Абелем, и произошло с нами, которые в разведку попали, в общем-то, по инерции. Хорошим для нее бэкграундом, вроде анкета, все прекрасно, послужной список на месте, но сердце не там. Больше какие-то другие ценности были важнее, чем служба в разведке, служба Родины. И когда человек так попадает, и противник же работает против нас, и они очень хорошо умеют отсматривать и вычислять тех людей, у которых есть внутри такая вот слабина. И когда с этими людьми начинают работать, они делают тот выбор, который им ближе. То есть это выбор либо денег, либо карьеры, либо еще чего-то, но этот выбор ведет их к предательству. Вот второе – это неадекватная самооценка. Когда человек становится предателем из-за того, чтобы насолить своей собственной стране, или начальнику, или службе, как якобы меня не поняли, якобы я умнее других, а меня не... Предателя, который сдал Вильяма Фишера, звали Рейно Хейхане. Он был советским разведчиком, работал под псевдонимом Вик. Имя, что под этим именем скрывается, человек, скажем так, карельских корней, хорошо говоривший по-фински, очень хорошо, очень плохо знавший английский, и так и не будучивший его, находясь в Соединенных Штатах, он коряво еле говорил, но у него было одно преимущество, благодаря которому он и попал в Соединенные Штаты. У него был подлинный американский паспорт. В 1952 году Хейхане приехал в Нью-Йорк и поступил в распоряжение Фишера. Однако разведчик из Вика получился откровенно плохой. Он так и не открыл фото от Илье, как это требовал Фишер. Он утаил и растратил огромную по тем временам сумму в 5000 долларов, переданную ему для служебных нужд. Потерял полую монету, контейнер с шифровкой, и откровенно злоупотреблял алкоголем. Фишер не раз обращался к своему руководству, чтобы Вика отозвали, но к его мнению не прислушались. В 1957 году все-таки решили это сделать, объявив Вику, что его хотят повысить, наградить, чтобы его вызвали в Москву. Он возвращается в Москву, доезжает до Парижа, и советский резидент в Париже сообщает о том, что он вылетел в Москву. Но в Москву он не вылетел, а пошел в американское посольство, где сознался в том, что работает на советскую разведку. Рейна Хэйхенен уже понимал, что в Москве его ждет вовсе не повышение, и, опасаясь последствий, решился на предательство. 17 октября 1957 года начался перекрестный допрос главного свидетеля обвинения Рейна Хэйхенена. В зал вошел 37-летний мужчина в костюме, который туго сидел на его располневшей фигуре. Держался он неуверенно, но лишь до тех пор, пока к допросу не приступил адвокат Джеймс Донован. «Вы выпивали, как бы между делом?» – спросил Донован. «Да, выпивал», – откровенно ответил Хэйхенен. «Как много. В разное время, по-разному и разное количество. Какое наибольшее количество спиртного вы выпивали за один вечер?» «Около пинты». Американская пинта – это чуть меньше пол-литра. На этих словах интерес проявил уже судья, спросив, пинту чего вы выпивали? «Пинту водки», – мрачно ответил Хэйхенен, поняв, что его поймали в ловушку. Адвокат знал, что он выпивает гораздо больше пинты за вечер. И теперь собирался вытащить все вот эти неприглядные факты о нем на всеобщее обозрение. Во время этого допроса Абель единственный раз за весь процесс отложил карандаш и не делал никаких записей. Он не сводил глаз с Рейна Хэйхенена. 23 октября 1957 года Нью-Йорк, окружной суд. Обвинение в очередной раз вызвало целую череду свидетелей. Одним из них стал эксперт из лаборатории ФБР, который рассказал об улике – пустотелом карандаше, который нашли в корзине для бумаг в гостиничном номере Абеля. А также поведал о том, что ФБР устроило на русского разведчика настоящую охоту. Ведь от Рейна Хэйхенена агенты имели лишь словесный портрет подозреваемого и псевдоним Марк. Американцы использовали весь свой могучий арсенал. Вот ФБР встало на уши. Сотни, я подчеркиваю, это уже американцы пишут, Сотни людей были брошены на то, чтобы выследить человека под псевдонимом Марк. Вик забыл начисто, где он живет. И тогда его стали водить методично, день за днем, по всем тем местам, где мог бы оказаться вот этот человек, полковник Марк. И в конце концов Вик узнал это место. Фишер тем временем был во Флориде. В связи с исчезновением Вика он должен был уехать из США через Мексику, но решил вернуться в Нью-Йорк. Так сказать, законсервировать некоторые связи, забрать из своей квартиры вещи и документы. Во время первой вылазки его не обнаружили агенты ФБР, а во время второй он что-то там не разглядел и включил свет. И после этого за ним была установлена слежка, а затем уже непосредственно в отеле он был арестован в трусах и без вставной челюсти, которая из-за жары лежала в стакане. Вот когда вас арестовали, какие ваши мысли были первые? Что произошло? То есть где провал? Почему это произошло? И эта мысль, она не уходит до того момента, когда ты понимаешь, что произошло, кто виноват, потому что не вся информация известна, это первое. А второе – это ситуация, когда ты полностью как перед прыжком фокусируешься. Это на самом деле вот такое состояние. Я это почувствовал мгновенно, практически в течение первой минуты, что вот та твоя жизнь закончилась, начинается совершенно другая жизнь, и ты должен быть теперь готов за нее бороться, скорее всего, в годы. Вот такая даже чисто физическая мобилизация, которая чувствовалась еще несколько дней, чувствуется такое, все мышцы собираются. Вот эта мобилизованность внутренняя, да, и ментальная, и физическая, она мгновенно появляется. Когда Фишера арестовали, он сказал, что его зовут Рудольф Абель. Это было реальное имя сотрудника НКВД, с которым Фишер познакомился в конце 30-х годов, и они даже дружили. Агенты ФБР допустили сразу две ошибки. Во-первых, они назвали разведчика полковником, и он сразу понял, что его стал Вик, потому что о том, что ему недавно присвоили воинское звание, знал только Вик. Во-вторых, агенты разрешили сходить в туалет без сопровождения. Там разведчик уничтожил большую часть шифра блокнота. Но агенты нашли контейнер-карандаш с микрофильмами, на одном из которых были сохранены письма жены и дочери разведчика. Семья находилась в Москве, и переписка была на русском языке. Несмотря на протесты защиты, эти письма зачитали во время судебного процесса. Репортер одной из американских газет так написал об этом. Когда судейские работники Бубня зачитывали письма, стальная броня самодисциплины Абеля чуть не дала трещину. Лицо его покраснело, а его проницательные, глубоко посаженные глаза наполнились слезами. 25 октября 1957 года, Нью-Йорк, окружной суд. 25 октября присяжные должны были вынести свое решение. Все свидетели и улики были предъявлены. С заключительным обращением выступил судья Байерс, и после чего присяжные удалились. Прошло почти 4 часа, а присяжные все еще совещались. Публика, устав ждать, расходилась. Абелю больше нечем было занять себя, зал опустил и рисовать стало некого. Время тянулось нестерпимо долго, но наш разведчик умел ждать и сохранять хладнокровие. Наконец присяжные, судья, репортеры и зрители вернулись в зал. Присяжные по очереди поднимались со своих мест и произносили вердикт «Виновен». Это слово прозвучало 12 раз. Теперь оставалось узнать, какую меру наказания выберет суд. Длительное тюремное заключение или смертная казнь на электрическом стуле. Об этом судья сообщил лишь 15 ноября. Представьте себе, 20 дней Абель ждал, будет он жить или нет. Сторонникам смертной казни пришлось разочароваться. Судья Байерс зачитал список из пяти пунктов, почему он считает казнь подсудимого Абеля нецелесообразной. Последним пунктом указывался возможный в будущем обмен русского разведчика на гражданина США соответствующего ранга, арестованного на территории СССР. В то время большинству присутствующих этот вариант казался фантастическим. Ему грозила смертная казнь. И Донован сумел сделать так, что эта смертная казнь была забыта. Об электрическом стуле, который ему вполне грозил по тем пунктам обвинения, которое нельзя было американцам не доказать, а нашим Абелю опровергнуть, были очень большие вопросы. И счастье, что попался такой адвокат. И он сразу сказал на суде, это было одно из первых его высказываний, что когда, господа присяжные, вы будете выносить ваш приговор, вспомните о том, что, может быть, где-то в Москве у нас работает такой же мужественный человек, как этот, который сидит перед вами. Адвокат в буквальном смысле сражался за жизнь советского разведчика, что многим в Америке сильно не понравилось. Ему грозили. Его называли коммунистом. Иногда люди подбрасывали грязные письма в его дом. Рудольфа Абеля осудили на 30 лет. Срок ему предстояло отбывать в тюрьме города Атланта, штат Джорджия. Для России это огромный срок, потому что у нас сроки намного меньше даются. А для Америки это очень маленький срок. В американской системе правосудия, она принципиально отличается от нашей. Там можно получить, например, 4 пожизненных срока. 4. Не 1, а 4 пожизненных. Можно получить 50 лет, 75 лет, 150 лет. То есть там просто тупо суммируется по всем статьям, по всем пунктам обвинения. Там практически никогда не бывает, чтобы человек выходил с одним обвинением. Через 2,5 года после вынесения приговора случилось событие, которое дало Абелю надежду на освобождение. 1 мая 1960 года с аэродрома в Пакистане в воздух поднялся американский самолет-разведчик У-2 и отправился на территорию СССР с очередным заданием. Сам У-2 это была такая красная тряпка для Советского Союза, потому что никакие технические средства СССР не могли достать этот самолет. Он безнаказанно летал. Но в этот раз все пошло не по привычному для американцев плану. Самолет был сбит над Уралом. В результате пуска сразу 8 ракет зенитно-ракетного комплекса С-75 Десна. Пилот Фрэнсис Гэри Пауэрс попал в плен. В Москве прошел открытый процесс, на котором американец признал вину в шпионаже и был осужден на 10 лет тюремного заключения. И вот тогда СССР и США начали всерьез обсуждать идеи обмена Пауэрса на Рудольфа Абеля. Советское руководство пошло на уступки, согласившись также освободить двух американских студентов, арестованных за шпионаж в 1961 году – Еля Прайора и Марвина Маккинина. Это Глиникский мост, который сегодня чаще называют «шпионским мостом». До 1990 года по нему проходила граница между ГДР и Западным Берлином. Именно на этом мосту обменивали своих разведчиков США и СССР. Самый первый обмен произошел 10 февраля 1962 года. В этот день к Глиникскому мосту с противоположных сторон подъехало несколько автомобилей. Советская сторона привезла для обмена пилота Пауэрса американцы Абеля в сопровождении адвоката Дона Вана. Он закурил, и потом бросил сигарету, затоптал ее, вдохнул запах табака и сказал, вот этих сигарет мне, конечно, будет не хватать. И Донован использовал свой последний шанс, как и подобает настоящему разведчику. Он сказал, если вам это будет не хватать, ну, вам будет не хватать не только этого. Что вы будете делать там? Полковник, оставайтесь у нас. Абель так на него посмотрел и сказал, кажется, мне пора идти. Ровно в 8.20 на середину моста вышли Джеймс Донован и сотрудник советской разведки Иван Шишкин. Они обменялись рукопожатиями и дали обоюдное заверение, что для обмена все готово. Передача студента Праера проходила одновременно, но в другом месте. Студента Маккинина советская сторона освободила значительно позже, полтора года спустя. Наконец, в 8.45 с края моста, где находились американцы, кто-то громко прокричал. Праера освободили. Шишкин и Донован подали сигналы своим подопечным, что можно идти. Но на середине моста Абель вдруг остановился. Конечно, Абель обладал какой-то потрясающей, вот, нечеловеческой выдержкой и хладнокровием. Когда его обменивали на мосту, он дошел до середины моста, до другой бы, я, например, пулей бы бросился на ту сторону. Нет, он остановился, потребовал бумагу о полном помиловании, подождал. Ему принесли эту бумагу, и только тогда он... Это потрясающе. Кстати, где вас? Как вас обменили? Нас обменивали в аэропорту Вены. Из самолета в самолет, по сути. А, вот так. Мы вышли из самолета, подъехал микроавтобус, мы туда зашли, он довез нас до другого самолета, до самолета МЧС. Мы поднялись, и вот и все. Андрей Олегович, если бы вернуться там, я не знаю, по 30-40 лет тому назад, когда вы стояли перед выбором, идти в разведку или куда-то еще, сейчас вы бы пошли в разведку? Конечно, не задумываюсь. Это самая лучшая работа в мире. Спасибо. Другого я и не ждал. Вы гениальниче. Дай Бог вам здоровья. Спасибо. Спасибо. До сих пор неизвестен вклад Абеля в создание мирового ядерного паритета, так как с большей части документов не снят гриф секретности. После возвращения на родину он продолжил службу, помогал готовить молодых разведчиков, преподавал. Но в целях конспирации его продолжали называть Рудольфом Абелем. В 1968 году на экраны вышел художественный фильм «Мертвый сезон». Абель не только выступил консультантом фильма, но и появился в самом начале, в обращении к зрителю. Правда, легендарного разведчика зачем-то сняли в парике. Я выступаю в роль необычной для меня, потому что люди моей профессии привыкли больше слушать и меньше говорить. Во время войны мне довелось встретиться с одним немцем-врачом, отъявленным нацистом, который цинично заявлял о том, что необходимо уничтожить беспощадно всех неполноценных людей во имя улучшения человеческого рода. Эти бредовые идеи не погибли вместе с гитлеровской Германией. В США я встретился с одним американским офицером из форта Детрика и военно-химической лаборатории, который там существует, который выражал той же самой мыслью. Всякий раз, когда подобные люди имеют в своих руках такие страшные средства массового истребления, встает вопрос раскрыть их замыслы, раскрыть для того, чтобы избежать катастрофы. Через полгода после обмена, в августе 62-го, в двери нью-йоркской квартиры адвоката Донована постучали. Курьер передал конверт с письмом и пакет, в котором лежали два редких издания 16-го века «Комментарии к кодексу Юстиниана» на латинском языке. Для такого коллекционера, как Донован, они составляли невероятную ценность. Эти книги были от Абеля. Впоследствии этот эпизод Донован описал в своих воспоминаниях. Наш разведчик от написания книг воздержался. Он предпочел остаться загадкой для всех. Впрочем, мы с вами и так прекрасно знаем, кто такой Вильям Генрихович Фишер. Настоящий патриот, который до конца жизни остался верен своей родине, своему народу.